Ох, я знаю, как вы ждали это видео, как вы ждали его именно от меня и ожидали то, что здесь будет полнейший разнос. Перед вами представитель кальяной индустрии Мэтт Пир Рэдди. Давайте мы для начала с вами опустим весь Батхёрт, о котором могут написать абсолютно все и каждый в комментариях. Вы знаете все по поводу чего. Мы для начала поговорим об этом кальяне, невзирая на все остальные его приколы. Какие мои ощущения за время использования данного кальяна? Будет удивительно, но положительные. Положительные эмоции от использования данного кальяна. И все началось вот с этой маленькой прикольненькой коробочки. Это коробка от Мэтт Пир Рэдди. Вся шахта полностью помещается вот сюда. Она разбирается. И если бы не подложка, мне кажется, можно было бы сделать коробку гораздо меньше. Внутри у нас, да здравствует Apple. Ну понятно, что здесь все красиво, все классно. У Мэтт Пира всегда все очень круто было упаковано. Любая модель, которую ты берешь, она действительно очень достойно смотрелась в коробке. Я, возможно, даже сейчас немножко погорячился касаемо того, что можно все это дело сделать меньше. Не знаю, я вот только сейчас подумал, что здесь еще и шланг был, и блюдца, и все как бы. Ну, возможно, и можно было сделать меньше, но вот выглядит как выглядит. Коробка действительно компактная, помещается легко у тебя там взять ее с собой. Кальян в целом в отрыве от колбы не тяжелый. Несмотря на то, что полностью выполнена из нержавейки. Коробка у нас отправляется сюда. Кстати, еще один плюсик, большой плюсик. Тут написано комплектация и его рекомендованная розничная цена. У меня комплектация S5. Поговорим немножко позже о том, что это такое, если мы будем знать, что это такое. А мы знаем, что это такое. Вот. Кальян мне предоставил сам Мэтт Пир. Я был у ребят на производстве. Немного там погулял, посмотрел. Многого рассказать вам не могу, потому что с меня взяли слово. То, что типа, чувак, это наше. У нас есть коммерческая тайна. Я такой, лады, мужики. Окей. Давайте разберемся с тем, что такое комплектация. 5, S, 6, S, 3, S, 2, S и так далее. Существует базовая комплектация. Базовая комплектация идет с обычным конусом. У меня мелассовый ловитель. Есть просто обычный конус, просто шахта, основание, уплотнитель. И такая комплектация обойдется вам в 5,890. Что в целом снимает с моей стороны большинство претензий к этому кальяну. Потому как существуют другие кальяны из нержавейки, которые примерно в этом ценовом диапазоне. Возможно, он будет стоить там на 500 рублей дороже. Да. Но это при том, что они дают гарантию 5 лет на него. Насколько я понял, я же прав, что гарантия 5 лет. You're ready, go. Да, у меня где-то лежит. Да, у меня лежит где-то их сертификат. Вот этот при покупке, который вам дают. Там есть печати, росписи, все дела. И типа 5 лет можешь смело драть голову всем тем, кто работает в Мэдпир в поддержке. Можешь писать. О, все, жопа магнитом, надо срочно их поменять. В моей комплектации пятерка шахта, киллер M, мундштук лайт, соптач шланг. И получается, что мне еще дали колбу к нему. Колба это отдельный разговор. Она покупается, я так понимаю, что отдельно. Это тоже колба Мэдпира Рэдди. То есть, если вам ее там не видно, я просто не вижу в кадре, то выглядит она вот так. Чуть измененная форма крафта. Нормально, нормально. Она симпатичная, она устойчивая, с ней все хорошо. Существует модель как с резьбой, так и с уплотнителем. У меня модель на резьбе, собственно говоря. То есть, я могу таскать его за шахту. Для меня это как бы не особо принципиальный момент, потому что я по привычке хватаюсь за колбу. Потому что здесь у меня никаких претензий нет. По тяге. Тяга достаточно плотная и уверенная, даже с диффузором. То есть, здесь у меня вопросов никаких к нему нет. Единственное странное решение. Опять регулировка тяги уровнем воды. Блин, можно было, конечно, сделать регулируемый диффузор. Но, как объясняют ребята, такой диффузор в разы снижает стоимость кальяна. Ну, типа, если бы здесь был диффузор, он бы был еще дороже. Регулируемый диффузор. Итак, здесь множество комплектаций. Каждый выбирает на свой кошелек. И вообще, чтобы вот, типа, все, что мне надо. Я хочу, вот у меня такая деньга. Хочу Мэтт Пир. Пришел, почитал на сайте. Ага, окей, здорово. Переходим на сайт. Он есть вон там. И здесь была обрезка, потому что главный атрибут всего действия у нас тоже высыхает. Если вы аллигатор и вы хотите купить себе классик Мэтт Пир, то он есть вот в Хукаюк. Ссылка в закрепленном комментарии. Можешь перейти, ознакомиться. Там на него достаточно лайтовая цена. Поэтому есть смысл вот так вот пойти и посмотреть, что как. Все, вот есть внизу. А также есть ссылки на мой инстаграм. Есть ссылка на Мэтт Пир. Есть ссылка на наш телеграм-чат, где происходит очень много интересного. Поэтому рекомендую тебе перейти, посмотреть и ознакомиться. Чашка у меня сейчас, если кому-то интересно, это облако. Забит мой любимый манго от бруска. И как в этом кальяне все проходит. И как здесь чувствуется вот вкус, дым и все вот это вот классное. Все здесь хорошо. Колба продувается. Нормально. С одной продувочки. Все с ним хорошо. Ребята отмечают то, что на их колбе есть такие помпончики из силикончика, которые типа дают твоему кальяну, но не скользить сильно. И если ты ставишь колбу, она там типа вот мягенько, бесшумно и так далее. У меня один помпончик уже отклеился. Но это, наверное, ввиду того, что я прям сегодня надраивал эту колбу. Потому что с момента его получения я его курил, курил, курил. Ни разу колбу не мыл. Тут я его ставил в воде. И вот одна ножичка отлетела. Но вроде бы как приклеилась обратно. Поэтому вопросов нет. Фирма, которая делает эти силиконовые накладки, это, по-моему, 3M. И, собственно говоря, это надежная штука. Мунштук. У меня лайтовый мунштук. То есть он называется, как я понял, лайт. Есть еще мунштук Рэйди. Он большой, он тяжелый. По виду он мне нравится гораздо больше. Мне нравятся большие мунштуки. Разрешаю, да, шутить про член. Можно в комментариях. Да, пожалуйста, вперед. Нормально. То есть типа даже с этим мунштуком норм. Но я, наверное, поменяю его на другой. Видимо, докуплю себе Рэйди мунштук, который большой. Потому что, ну не знаю, мне он больше нравится. Мне больше нравится, когда в руках увесистый большой мунштук. Хранение и транспортировка. Даже вот реви от этой коробки, которую ребята позиционируют, что это очень маленько. Что это вот прям вот супер-супер. Но давайте будем откровенными. Кто из вас перевозит корен в коробке, в которой вы его купили? Я на самом деле вот коробки, как правило, выбрасываю. Потому что потом они мне просто не нужны. Мне гораздо проще разобрать кальян, кинуть в сумку. И там может поместиться не один кальян таким образом. Коробка компактная? Да. При отправке в регионы, там, где вы покупаете с сайта, вам, я не знаю, как работает у Мэтпира, но, возможно, там оплачивается доставка. И если вам доставляют такой кальян транспортной компании, то такая коробка доедет до вас гораздо более дешево, чем могло бы доехать что-то большое, крупное, огромное и так далее. Хотя у всех компаний есть договор со сдеками, пэками и так далее. Поэтому абсолютно никакой проблемы я лично не вижу. Шахта здесь по центру разбирается, поэтому она достаточно компактная. Но было бы гораздо прикольнее, гораздо было бы прикольнее, если бы можно было бы его укоротить и конус накрутить вот сюда с блюдцем. Чтобы, типа, он был меньше. Тогда это вообще, типа, супер мини-верс, и вообще все здорово и круто. Здесь разные диаметры. Тут, тут и вот тут. Тут, по-моему, 11 миллиметров, тут 12, тут опять 11. И на самом деле это влияет на тягу, потому что, типа, маленький внутренний диаметр. И несмотря на диффузор, мы наливаем по вторую листочку воды. И для меня это комфортная тяга, которая мне нравится в целом. Встраиваемые, заменяемые детали у ребят. Здесь понятно, что магниты меняются, все меняется. Кальян у вас идет основание, у него есть резьба, она короткая. На нее накидывается уплотнитель. И даже если я разобью вот эту колбу и не захочу снова ее покупать, я просто беру обычную колбу, надеваю уплотнитель, вставляю в обычную колбу и все будет работать. В этом плане очень круто, что продумали этот маленький, но очень важный момент. Потому как есть производители, у которых изначально вот идет, вот, типа, колба-резьба. Все. И если ты, не дай бог, разобьешь, то, как бы, все, чувак, покупай новую колбу. А они там доходят до каких-то супер астрономических сумм. Миласа уловитель вместо конуса. Крутая идея, да, она абсолютно понятная, лежавшая на поверхности, что уже давно пора это делать. Ребята это начали делать еще в классиках, в миниках. То, что там был миласа уловитель, который накручивался вместо коннектора. Круто, здорово, классно, но, типа, не новшество. На мана. Колба, опять же, я уже сказал, что колба норм. Есть еще, кстати, вот тут у меня лимитка. Stay Home называется Limited Edition. Это, короче, тут груша у вас нарисована и сверху крыша домика. Не знаю даже, как к этому относиться. Но, типа, окей, под пандемию круто было, что подгадали. Все это дело, все сидим дома, никуда не ходим. Да, классно, круто, но, типа, хрен знает. Я бы подобными вещами особо не страдал. Хотя фанатов у бренда достаточно много. Поэтому, возможно, кто-то захотел себе лимитку. И еще ребята позиционируют его как самый доступный кальянс среди всей линейки модельного ряда. То есть он 5, давайте мы сейчас найдем цену, самый базовый комплект 5,890. Да, 5,890 это шахта, коннектор и здесь коннектор. То есть просто вот чисто за шахту вы дадите 5,890. Дальше у нас уже, конечно же, цена растет. Модель, которая у меня, она обойдется, по-моему, в районе 11 с чем-то тысяч. То есть вот с такой колбой, с милосоловителем. Вот, типа, как вы его видите, вот так. Это 11 там с копейками. Я точно не помню. И вот здесь, есть ли вопросы у меня? Они определенно есть. Но хочется здесь нивелировать тот момент, что дорого для каждого это относительное понятие. Для кого-то дорого это 5 тысяч, для кого-то дорого это 20 тысяч. Вот. Я очень скептически относился к этому кальяну. Особенно при его презентации. Особенно, когда Антон в своем видео сразу озвучил то, что 12 с половиной тысяч. Для того, чтобы вы понимали, если бы вот у меня был еще мундштук, вот тот, который я хотел, именно Рэдди, тогда бы эта комплектация стоила там за 12, выше 12 тысяч. Стоит ли оно того? Блин, ну, кто-то и Симпл защищал и говорил то, что 9 тысяч за Симпл это нормально. Хотя, положу руку на сердце и со всем уважением к Мэтпиру, вот это гораздо лучше, чем Симпл. И вообще в целом любая модель Мэтпира лучше, чем Симпл. Потому что Симпл это вот на мое мнение, ну ни о чем. Вот это, это гораздо интереснее. Весь хейт к этому кальяну пропадает ровно в тот момент, когда ты его вот покупаешь. Ты на него смотришь или если ты пришел в магазин. Давай так, если у тебя сейчас сгорела жопа от того, что типа я это не обосрал. Ух ты, что произошло? Ты не обругал кальян за 11 тысяч, который выглядит как палка. Здесь дело в обработке металла. Ты чувствуешь то, что это сделано нереально качественно. То есть вот это нереально качественная тема. Хорош ли он за свои деньги? Даже при условии то, что я бы прокуривал на обычной колбе. Вот честно, честно, вот в колбе на самом деле я большого смысла не вижу. Вот честно, вот эта колба бы по сути была бы не нужна. И можно вот серьезно купить вот это за 8. Как там у меня, вот сколько он стоит, давайте по цене. Без колбы. 8,290. Плюс-минус 700 рублей стоит капля. И за 9 тысяч кальян с Миласовым ловителем, с 5-летней гарантией. Который, в принципе, имеет какой-то околоминималистичный дизайн. И при этом он еще очень качественно обработан. Мне поступали в личку жалобы от потребителей, которые покупали его. Что шланг изначально дико вонял резиной. Я с такой проблемой не столкнулся. Подтвердить это не могу. У кого-то эта проблема присутствует. Человеку я посоветовал обратиться в Мэтпир, чтобы там решили эту проблему. И что-то у человека было с шариком. То, что он типа не становился на место. Типа, как я говорил, в некоторых кальянах это продуваешь. А потом затягиваешься. Ты чувствуешь момент, когда шарик встает на место. И вот типа мне человек описывал то, что у него есть такая проблема. Опять же, я с ней не столкнулся. У меня все работает нормально. Рекомендую ли я его к покупке? Слушайте, наверное, да. То есть, как бы я не относился к кальянам-палкам за очень много денег. Типа, вот это. Это качественно. Это нормально. Это то, что действительно можно купить. Можете кидаться в меня говном в комментариях. Это мне понравилось. Единственное, что вот я бы поменял мундштук. Ну и типа и колба была не особо тут критична и не особо обязательна. То есть, я бы покурил и на обычной колбе. Меня бы это особо не парило. Потому что я кальян никогда вот так не ношу. Он у меня вот тут ровная палка. Он у меня иногда я мокрой рукой беру. Он начинает бы скользать. Я просто хотел проверить, как это работает. Потом не-не-не, думаю, возьмусь за колбу. Вот так. Кальян норм. Компания Мэтт Пир. Бриспект за предоставленный кальян. Желаю ребятам удачи, развиваться. Кстати, еще один маленький момент. Вот эта нижняя вставка сейчас выпускает разные модели. Я постараюсь найти фоточку. Вот сюда вот ее вам влепить. Теперь есть разные вставки. И он приобретает немножко другой дизайн. При этом, по-моему, цена... Я не знаю точно, но, по-моему, не поменялась. Если и поменялась, то да, я ошибся, признаю заранее. Вот так. Всем тем, кто посмотрел, спасибо. Всем тем, кто купил, отпишитесь о своих впечатлениях. Вообще, если это смотрят фанаты Мэтт Пира, пожалуйста, в комментарии рассказывайте свои впечатления от пользования их продуктами. Мэтт Пиру респект. В Хукаюк есть классик. Тот, который полностью из нержавейки, стоит очень демократично. Поэтому переходим в закрепленном комментарии. Внизу телеграм-чат. Там же мой инстаграм. Там же ссылка на Мэтт Пир. Там же ссылочка на Бруска. На наших ребятушек. Которые, собственно говоря, партнеры нашего канала. Ну и пока. Удачи тебе. Всего самого-самого. И по старой, доброй, сложившейся традиции мы с тобой увидимся в следующем видосе. Продолжение следует...